Всем привет! Продолжаем. Тема боевиков 90-х, которые можно отнести условно к категории забытых. Ведь если встряхнуть память, то глубоко в ней можно отыскать несколько любопытных киношек из того периода. Прежде чем мы с вами начнем этот топ, я как и ранее анонсировал, запускаю конкурс. Разыгрывается. Крутая, теплая, стильная и приятная на ощупь толстовка. У меня у самого такая есть в коллекции. Кому интересно, оставлю ссылку на товар в описании под видео. Досмотрите ролик до конца, где будут объявлены условия розыгрыша. Победителю будет выслан приз напрямую с сайта продавца. Ну что, поехали! Открывает нашу подборку киношка «Жестокая справедливость». В главной роли Дэвид Брэдли этот парень так и остался малоизвестен, поскольку работал в рамках формата боевиков категории «Б». Но несколько интересных работ с его участием можно отметить. И жестокую справедливость многие фэны старых экшн-картин называют лучшей в карьере этого бойца-актера. Герой Дэвида Брэдли играет спецагента, который решил добровольно сесть в каталажку, чтобы раскрыть гибель своего друга. Попадая туда на правах полной анонимности, герою по имени Ник придется раскрыть зловещий заговор, связанный с коррупционными схемами продажи оружия. Концентрация плохих парней в подобной дислокации большая, и Нику придется показать свое умение махать ногами и кулаками. Многие знатоки кино скажут, что данная картина уж больно напоминает хитовый ордер на смерть, выпущенный пятью годами ранее с Жан-Клод Ван Дамом в главной роли, и будут правы по-своему. Однако стоит отметить, что в жестокой справедливости, помимо мордобоя, мы наблюдаем немалое количество стрельбы и взрывов, чего практически не было в боевике с Ван Дамом. Да и на другого героя все же приятно посмотреть, тем более, что боец из Брэдли более чем толковый. Законы рукопашного боя, или его второе название, комендантский час. Крутой рукопашный дуэт в лице Синтии Ротрак и Чеда Маккуина представлен в этом мордобойном боевичке, который вышел в самом начале 90-х и был одним из хитов видеосалонов и домашних видеотек в среде любителей боевиков. Сам помню, как залипал на нем в условиях суровой сибирской зимы в первой половине 90-х. Сюжет банален и прост. Есть два крутых копа, Шон и Барышня, с непривычным для дамы именем Билли. Они суровые служители закона и по совместительству любовники. Шон периодически лупасит злодеев, а его младший братишка втихаря от брата угоняет дорогие тачки для криминального авторитета. В городе происходит убийство смертоносным азиатским боевым приемом. К расследованию подключается Шон, который не понаслышке знает о брутальном методе умерщвления соперников. Однако он пока еще не догадывается, что эта история косвенно связана с его младшим братом. Те, кто помнят Синтию и Чеда из начала 90-х, по-любому оценят их крутость в данной киношке. Смертельный поединок. Малоизвестный фильм с практически никому неизвестными актерами, даже по меркам категории B. Однако некоторые из поклонников файтинга называют его любимым боевиком из 90-х. Если упустить тот факт, что картина вышла в 95-м году, и предположить, что вы не знаете об этом, то можно подумать, что Смертельный поединок – это картина из недр 80-х, поскольку снята в стилистике того времени, а постановка боев больше напоминает школу гонконгского кинематографа. Хотя, с другой стороны, чему тут удивляться, ибо картина совместного производства США и Гонконга. Главный герой Джек Коди фанатеет от телевизионного шоу «Супер Бойцы», и его неожиданно приглашают в состав бойцов данного проекта. После того, как камера видеонаблюдения становится свидетелем его геройского поступка, а именно – предотвращение ограбления девушки, Джек начинает тренировки в составе «Супер Бойцов», получает свои минуты славы. Однако, он пока еще не понимает, в какую попал засаду, ибо организаторы шоу используют свое детище для прикрытия темных криминальных делишек. Джеку придется конкретно попотеть, чтобы вывести злые дни на чистую воду, а финальный бой по-настоящему хорош. Да и вообще, все драки в картине должны порадовать любителей зубодробильного файтинга. Человек-бомба Актер Брайан Джиннес в свое время прославился по американской мыльной опере «Дерзкие и красивые». Однако его увлечения занятиями спортом и боевыми искусствами привели его под знамена экшн-картин 90-х категории «Б». Сейчас о нем мало кто помнит, как и о фильмах с его участием. Но я из тех, кто кое-какие киношки с ним помнит. Одним из рекламируемых фильмов середины 90-х с его участием стал «Человек-бомба», где Брайан играет крутого агента ФБР Паркера, который попал в засаду на территории Кубы. Он попадает в плен и ему вживляют микрочип, который полностью подавляет его личность. Теперь он машина для убийств. Работающий на продажного кубинского генерала, который решил свергнуть ныне покойного Фиделя Кастро, Паркер под влиянием Чипа совершает зло, но получает по голове, в результате чего Чип отрубается, и герой приходит в себя. Теперь перед ним стоит задача разрушить планы злодеев и спасти не только себя, но и кучу невинных людей, которые могут стать потенциальными жертвами амбиций сумасшедшего генерала. Приличная бэшка по меркам 90-х. Наверняка найдутся и среди вас те, кто вспомнит этот боевичок. Снова в бой. Это классный ретро-боевичок, в котором объединили свои усилия крутые экшн-звезды категории B. Билли Блэнкс и Роди Пайпер. В 90-х этот классный дуэт дважды появлялся в двух разных боевиках вместе. И эта картина была первой по счету, да и я не впервые о них уже вспоминаю на своем канале. Картина рассказывает историю двух разных, но очень крутых мужиков. Простой таксист Билли, в прошлом элитный спецназовец и полицейский Фрэнк объединяют свои усилия, чтобы свести счеты с могущественной наркомафией. У обоих есть свои мотивы. Сестра Билли закрутила роман с одним из представителей преступного мира и ей угрожает опасность. Фрэнк же стремится отомстить за гибель своего напарника. Поначалу мужики, будучи незнакомыми, пересекаются и даже дерутся друг с другом, поскольку Фрэнк еще не знаком с мотивами странного таксиста, когда видят, как тот кого-то мутузит в баре. Однако мужики объединяют свои усилия и в некоторых случаях будут явно выходить за черту закона. Билли на протяжении всей ленты будет яростно защищать свою сестру. И делать он это будет весьма эффектно. Большое количество злодеев пострадает от его эффектных и мастерских ударов. Ведь если добро бывает с кулаками, то здесь же оно с ногами. Фрэнк также не отстает в крутости, ибо Роди Пайпер, сыгравший его в прошлом, звезда рестлинга, что он также продемонстрировал здесь. Месть Ястреба Боевик с Гэри Дэниелсом в главной роли. На своем канале я уже делал подборку боевиков с этим британским актером и мастером боевых искусств. И кое-кто из зрителей написал в комментариях, что в подборке не хватает боевика Месть Ястреба. Поэтому вспомнить об этой картине я решил именно в текущей подборке. Гэри Дэниелс второй год подряд играет своего соотечественника, британского военного по кличке Ястреб, чей сводный брат убит в Америке. Ну и по названию картины всем уже и так ясно, чем он будет заниматься на протяжении всей ленты. Вендетта обеспечена. Злодеи должны понести суровое наказание. А в паре тройки эпизодов плохим парням настолько жестко достанется от Ястреба, что невольно возникает мысль, ну ничего себе вы пацана обидели. Дэниелс, как и во всех своих фильмах, показал прекрасную физическую форму. Человек полуночи В этом топе уже упоминался актер Брайан Джинес, который начинал карьеру с мыльных опер. И вот на очереди его коллега Лоренц Ламас, который также прославился в мелодраматических сериалах. Но увлечение боевыми искусствами, мотоциклами и другими по-настоящему мужскими хобби перетянули его актерскую натуру в боевики в конце 80-х. А в 90-х он оставил после себя немало недорогих, но достаточно крутых экшен-бэшек. Человек полуночи один из таких. Ламас играет полицейского Джона, который работает с молодыми кадрами, обучая их боевым искусствам, предпочитая такой вид деятельности взамен работе в полях. Однако его помощь потребовалась, чтобы накрыть камбоджийскую мафию. Налет закончился потерями в логове преступников, но азиаты такой дерзости не прощают. И начинают расправу над полицейскими. Джон в любой момент может стать следующим. Тогда герой берет все в свои руки и да начнется крутой экшен. Помимо Ламаса, в роли одного из главных злодеев запомнился Джеймс Лью. Этого дядьку мы видели в больших количествах боевиков. В роли плохишей, и здесь он на своем месте, пугающий и беспредельный азиат. В целом, Человек полуночи – зачетный боевичок, который приятно смотреть даже в несколько убогом качестве. Открывает тройку лидеров картина «Чрезмерное насилие». Да, а вот здесь я признаюсь, что не видел эту киношку в детстве. Хотя я смотрел фильмы с Томасом Ян Гриффитом, который здесь сыграл главную роль. Надо сказать, что киношка мне очень понравилась. И в очередной раз в основе картины «Вендетта» полицейский Терри Маккен, известный своими жесткими и нетолерантными методами воздействия на преступников, вступает на тропу войны с наркомафией. Один из боссов преступного мира потерял при неудачной сделке 3 миллиона баксов. Ушел с довольным лицом из зала суда. И теперь собирается вернуть свои деньги, которые, по его мнению, стырили копы при облаве. Лучший друг Терри гибнет, другой коллега также погибает. И логично, что Маккен будет следующим в этом мрачном списке. Но злодеи не на того нарвались. И теперь Терри придется включить свою и без того лютую жесткость, чтобы защитить себя и свою девушку, попавшую под прицел с ним за компанию. Несмотря на достаточно банальный сценарный мотив, в киношке довольно любопытная сюжетная развязка, что достаточно редкое явление для фильма в категории «Б». Рекомендую посмотреть тем, кому нравится комбинация боев и стрельбы в экшн-картинах. Все в меру дозировано, а эти компоненты органично взаимодействуют друг с другом. «Беглый огонь» – один из немногих американских боевиков с участием Брэндона Ли, сына легендарного Брюсселя и позиционирующийся, как последний полностью законченный фильм с его участием. Как нам известно, уже следующая картина «Ворон» была завершена после трагической гибели Брэндона на съемках фильма в 93-м году. И часть эпизодов сняли с дублером, поэтому «Беглый огонь» представляет из себя определенную ценность. Фильм крут не только из-за родства с легендой, но и потому, что боевичок, на мой взгляд, вышел реально стоящий, несмотря на то, что был разнесен критиками, как всегда, которые записали Брэндона в качестве тени своего отца. Брэндон сыграл студента-гуманитария Джейка, который стал свидетелем убийства во время разборок представителей наркобизнеса. Казалось бы, чего проще – устранить какого-то ботаника, но студент-то оказался не героем песен группы «Руки вверх», а матерым бойцом, который может постоять за себя. Но, как показала практика, доверять можно мало кому, и в этом мире полагаться нужно исключительно на себя. Однако, все же он встретил добротных силовиков, но житуха Джейка легче не становится, и зрителю предстоит крутой экшен-марафон вместе с героем картины. Прежде чем мы перейдем к фильму, который я поставил на первое место, я объявлю условия ранее обозначенного конкурса. А здесь все просто – поставить лайк этому видео, быть подписчиком канала и написать креативный комментарий по теме данного ролика. Итоги конкурса на лучший комментарий я объявлю 15 июня. Ну и на первом месте картина «Сильнейший удар». После успеха «Кровавого спорта» дельцы боевого кинематографа стали более активно штамповать киношки о боях на ринге. И «Сильнейший удар» на мой взгляд один из наиболее достойных продолжателей файтинг кинематографии 90-х. Картина построена на довольно жестких боях. Впечатлительным зрителям лучше вообще за эту киношку не браться. Зато любители драк будут довольны, и здесь есть чему возрадоваться. Отличный бойцовский состав – Уильям Запко. Известный по фильму «Парень-каратист» 1984 года. Его коллега по фильму – Майкл Бернардо, который имеет множество титулов в профессиональном спорте. И когда-то ушел из кино, чтобы развивать свою сеть школ боевых искусств. Но и также нас порадовал Бол Йенг, который сыграл в текущем фильме положительного персонажа – мастера Шинго. Несмотря на то, что персонаж Болу здесь не особо много дерется, это зрелище все же стоит внимания. Сюжет построен на учениках мастера Шинго, которые в поисках денег поехали на подпольные бои в Мексику. Один из них почуял запах легких денег после первого «Махача», второй же оказался более благоразумным, и продолжил спокойно трениться с персонажем Болу Йенга. Но один из неугомонных друзей не успокоился и полез на рожон, и не до конца понял, во что вляпался. Ведь организатор боев использует кровавые состязания для того, чтобы вытащить на ринг мастера Шинго, с которым у того давние счеты. Что сказать, крутейшая киношка, которая одна из немногих сохранилась в сети в хорошем качестве. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Всем любви, добра и до новых роликов.